Здравствуйте, друзья! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на Таро Скрытой Реальности, на такую тему. Думает ли человек о вас сегодня, скучает ли? У нас будет 6 позиций по 2 карты. Пока выкладываю карты, хочу вам сообщить, что данное гадание действует на тот момент, когда вы его смотрите. И актуально именно в тот момент, когда открыли данное видео. Даже если гадание уже лет 10, это не важно. Вы наткнулись на него в интернете, открыли, значит сейчас именно в тот момент высшие силы хотят для вас передать какую-то информацию. Пришло время эту информацию получить и ей распоряжаться. Информация у нас бывает негативной, позитивной, как многие люди пытаются ее окрасить, да, в какой-то цвет. Но при этом она всегда бывает только полезной, правильно? Предупрежден, значит вооружен. Более того, если получите что-то позитивное в предсказании, это же прекрасно. Будете радоваться, отпустите какие-то свои переживания. Если негативное, предупрежден, буду предпринимать какие-то меры. Вот всегда надо так воспринимать любую информацию. Более того, кажется иногда информация абсолютно бредовая. А ведь это не так. Потому что потом, когда проходит время, оказывается, что был большой смысл в том, какую информацию вы получаете сегодня. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Думает ли человек о вас сегодня, скучает ли? Думает ли тшельница, скучает ли? Сокрушенный бук, башня. Здесь идёт момент, возможно, даже отдаления от вас, расставания, переживаний очень сильных по поводу ваших отношений. Если не расставались и сейчас в отношениях с человеком находитесь, то есть момент, что человек отстраняется от вас, каким-то образом становится пассивным в отношениях. И как будто претензии какие-то предъявляет внутренние. Если же вы не вместе, вы расстались, вы поссорились, то для человека идёт желание о вас не думать и очень большой кризис по поводу вас. То есть на самом деле внутреннее страдание есть, внутреннее переживание большое есть, но человек как будто бы для всех старается его перекрыть и не показывать. Но я так понимаю, что здесь очень какой-то большой негатив в отношениях друг к другу. Не хочу я о тебе думать, у нас всё плохо, ты мне сделала, допустим, или сделал больно, идёт претензия, да, мне давно не было так плохо в жизни, я страдаю, я переживаю и не представляю, как вообще переживу вот то, что произошло. Ну то есть вот такой посыл несут карты, понимаете. Вот такая вот позиция номер один. Позиция номер два. Думает ли человек о вас сегодня? Карта мага вышла и скучает ли? Вышел рыцарь жезлов. Карты страстные, да. Карты говорят о сексуальной увлечённости вами. То есть идёт мечты о теле, мечты о том, чтобы говорить какие-то сексуальные комплименты, слова, которые заводят, будоражат друг друга. Момент того, чтобы пообщаться поближе, побыть вместе, наедине. Вот у человека сегодня именно такие мысли о вас. Желание. Желание и в то же время ревность. По поводу карты скучает, да, рыцарь жезлов. Это не скучать, это ревность. Ревность человек наблюдает за вами из-под тяжка. Не будет ли кто-то пытаться перетянуть вас на свою сторону. Не заведёте ли вы каких-то ещё отношений, помимо ваших и так далее. И вот это сексуальное желание. То есть прям горит, думает о вас и восхищается как-то внутренне вами. Хотелось бы, знаете, как вот прям обнять, поцеловать. Посмотрите, какое желание в глазах у этого мага. То есть рыцарь жезлов, он, да, он наблюдает с ревностью из-под тяжка. А маг, он прям вот горит весь, он пылает в этой колоде. И он считает себя харизматичным довольно-таки. И прям считает, что он способен вас соблазнить на сегодняшний день. Как бы только подобраться к вам поближе, да, и я соблазню, я сделаю так, чтобы мы слились воедино. Ну вот такой посыл идёт. Такая позиция номер два. Третья позиция. Думает ли, скучает ли. Думает ли человек о вас сегодня, четвёрка жезлов, скучает ли семёрка жезлов. Здесь, знаете, как, здесь человек старается отвлекаться от вас. То есть он на самом деле ревнует и скучает, и переживает. Вот такое вот есть по этим картам. Постоянная, может быть, слежка какая-то за вами идёт. Не появился ли соперник, например, или соперница, если женщину загадали. Постоянный момент, как всплываете в голове, но старается заглушить мысли, отвлечься компанией, порадоваться, посмеяться с кем-то, повеселиться, может быть, в баре, в компании друзей, пообщаться как можно с большим количеством людей или отвлечься на работе в коллективе. Вот, также прям может быть и музыкальное какое-то представление, лишь бы заглушить мысли о вас. Момент переживания в душе, он присутствует. Человек постоянно на самом деле фоном о вас думает, переживает, страдает, скучает, но всеми силами старается выбросить это из головы и не показывать самое главное окружающим. Показывать, что он такой весь счастливый тусовщик. Вот такая позиция номер три. Четвёртая позиция. Думает ли человек о вас сегодня девятка жезлов? Скучает ли по вам пятёрка жезлов? Здесь мы видим какой момент, что данный человек очень горделивый, взбалмошный. Он спорщик по натуре и часто проявляет лидерские качества по отношению к окружающим и знакомым людям. И да, он думает о вас сегодня, но тут он не скучает, а он именно как будто бы идёт такое переживание. Выйдет ли она или он, ну вот смотря на кого вы гадаете, про вас мысль, выйдете ли вы у этого человека из-под контроля. То есть для него важно было бы вас проконтролировать, чтобы вы не наделали каких-то глупостей, которые приведут к ссорам, руганям, конфликтам. И вот такое ощущение есть по картам, что с одной стороны ограждает от вас своё личное пространство, а с другой стороны как будто хочет внутренне с вами поспорить на какую-то тему, поругаться, испытать какие-то ещё негативные эмоции, что-то повысказывать. И вот это переживание потери контроля, переживание того, что кто-то может, допустим, что-то насплетничать, вы отреагируете, и пойдёт ещё какая-то волна негатива. И тогда уж точно скандалу быть. Вот так вот прям. Либо вы что-то предпримите такое, от чего можете потом выйти на большой конфликт с ним. Но вот отношения здесь явно не закончены, во-первых. Постоянно внутри вот эта буря какая-то по поводу вас. А во-вторых, именно вот этот момент, что будет ли какой-то поклёб, будем ли ссориться. Ну вот такая позиция номер четыре. Пятая позиция. Думает ли человек о вас сегодня? Туз мечей. Скучает ли по вам рыцарь чаш? А вот здесь идёт романтический настрой. То есть думает и скучает. Именно скучает. Идёт любовная тема. Человек как будто бы даже молится за вас, Богу. Или просто внутренний такой посыл. Добрый. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я хочу тебе помочь. Вот такой вот внутренний посыл. Откликлись на моё добро, на мою просьбу, например. Или хочет с какой-то просьбой идти к вам. То есть напишу-ка я. Вот в ближайшем будущем посмотрим, какая на меня будет реакция. Но надеюсь, что хорошая и добрая. Вот. Карты, в принципе, положительные. Они говорят о чувствах. О том, что человеку вы нужны. И то, что он о вас думает целыми сутками. Он не то, что там совсем наблюдает за вами. Но ему бы хотелось как будто бы выяснить какую-то правду по поводу вас. Как до истины добраться, докопаться. Понять что-то. Любите вы его, например, или нет. И для этого ему придётся с вами поговорить. То есть он поговорит с вами. Вы объяснитесь каким-то образом. И он для себя сделает вывод. Есть чувство или нет. Вот вам лучше показать, что есть. Раз вам нужны эти отношения, вы ведь смотрите, для чего-то этот расклад. Если вы сейчас вместе и спрашиваете, думает ли человек, скучает ли, ну там отлучился, уехал или ещё что-то. Карты говорят однозначно да. И есть момент того, что человек заинтересован в отношениях, будет их дальше продолжать. любит вас и вот прям обнял бы, зацеловал. Такая вот позиция номер пять. И шестая позиция. Думает ли человек о вас, скучает ли по вам. Думает ли двойка чаш, скучает ли королева жезлов. А вот здесь идёт момент, разлучница может вмешиваться в отношения. Если гадает женщина на мужчину, да. Вот если женщина гадает на мужчину, он вас любит. Он считает вы его вторая половинка. Но вот это всегда в этой колоде, это соперница, которая вмешивается в эти отношения. И скучать-то она ему не даёт. Она старается перетянуть одеяло на себя. Старается внимание перетянуть на себя. Даже если вы сейчас с этим человеком в отношениях и не ссорились, не расставались, ему всё равно как будто бы написывает из-под тишка какая-то женщина. Вам это следует учитывать. Но то, что этот человек вас любит и думает о вас постоянно и хочет заботиться о вас и быть с вами, это факт. Но считает вы его именно половинка. Если мужчина гадает на женщину, она тоже считает, получается, что вы её половинка, любит вас, да. Но есть какая-то сплетница, которая ей подливает масло в огонь, говорит, да ты что, да ты с кем связалась. Да зачем тебе этот парень? Он такой-то, такой-то сякой. Вот такое вот происходит, как будто бы кто-то между вами стоит и наводит смуту в этих отношениях. Вот такие у нас были 6 позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. А также ставьте лайк этому видео, чтобы поднять рейтинг канала. Всем пока и до новых встреч.